13 съезд российского автотранспортного союза открылся в Сочи. Он традиционно проводится в нашем городе и здесь принимаются важные решения. На этот раз в части импортозамещения. Автомобильные масла и технические жидкости, если будут закупаться у отечественных производителей, позволят сэкономить значительные денежные средства. Например, Омск, полностью перейдя на российские поставки, сэкономил 12 миллионов рублей в год. Мы предлагаем нашим перевозчикам достойную альтернативу по своим техническим и ценовым позициям, по техническим позициям, ничуть не уступающим европейским аналогам, и зато по ценовой политике значительно лучше. Перейти на новую форму обеспечения перевозчиков российскими техническими жидкостями может и курортный Сочи. Присутствующий на съезде мэр интересовался темами профессионального форума автотранспортников. Люди поделятся опытом, и мне будет интересно послушать, какой опыт есть в стране и как можно улучшить дорожную обстановку. Но есть чем и поделиться, потому что, наверное, мы единственный город, где есть центр управления дорожным движением, и этим центром мы сегодня руководим, и можем видеть обстановку на дорогах и немедленно реагировать к цели переброски потоков транспортных, что мы и делаем. Такого пока еще в других городах нет. Светлана Буцких, руководитель по ТП номер 6 из Новосибирска, конечно, если не вспоминать сегодняшние погодные условия, отмечает преимущество дорожной сети Сочи, которая была в эти годы полностью оптимизирована. А это сотни километров новых дорог, развязок, мостов и тоннелей. Сюда мы ездим уже семь лет подряд, всю стройку наблюдали, каждый раз ездили как раз по этим дорогам на Красную Поляну и обратно, и по городу. То есть вчера съездили абсолютно без пробок, то есть не сравнить. Конечно, Олимпиада оказала огромную помощь для транспортной деятельности города Сочи. Работа съезда Российского автотранспортного союза продлится еще три дня. Специалисты планируют обсудить развитие и безопасность пассажирских перевозок. Елена Овсецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.